Антон Бурный и Ольга Мажара Это первый конкурс Судя по всему ты справился с ним Я подкрутил Слушайте, грабость настроения Это уже прямо огонь Руслан, ну прежде чем Придем к главной цели твоего визита К нам сегодня Руслан к нам не с пустыми руками Он песню принес Я принес песню, которая называется Напротив меня такая шикарная, жгучая девочка Вот такое название И к ней обращение пошалим С женатами не шалю Пойду я Бабки на ветер Собственно, прежде чем перейти К прослушиванию данного шедевра Музыкального У нас есть традиция Мы, соответственно, беседуем с нашими слушателями О чем-то, о том, о сём И задаем вопрос нашему звездному гостю На выходных отмечался праздник День идущего к реке Помнишь этот мем? Я в своем познании настолько преисполнился Это что-то новенькое Нет, это что-то старенькое Это очень старенькое уже, да Ничего себе Настолько старенькое, что даже ты не помнишь Ольга комплиментами себе осыпала Да мы просто сто лет знакомы Поэтому я могу себе позволить Мы, да, мы ещё на радио Уже можно говорить? Не можем говорить Но это было, короче, в 2003-2004 году То есть, понимаете, насколько мы динозавры, да? Вообще, да 20 лет Понимаешь, я человека 20 лет не видела А он не изменился Так вот Смотрите, такой тоже Такой слов Я ещё подкручу Подкручи, давай В общем, Руслан Попросим тебя поделиться своей житейской мудростью Ну и типа из серии, знаешь, там, чем хуже знаешь физику, тем больше чудес в жизни и так далее Есть какая-то у тебя такая? Да, «Танцуй, пока молодой» Я её подстырил, наверное, у Родиона Газманова Но мне это нравится Красавчик Это моё вот, да А ты когда эту фразу, ты говоришь прям или просто напеваешь «Танцуй, пока молодой» Я, скажем так, пользуюсь, когда подписываю что-то Я всегда подписываюсь «Танцуй, пока молодой» Ну все там какие-то афоризмы Да, да, да Какие-то очень крупные, тяжёлые вещи там сочиняют Всегда улыбайся, будь счастлив, люби, будь любим «Танцуй, пока молодой» Слушайте, папа его придумал просто, ну, нетленку на всю жизнь Сто процентов Олег, Олег, спасибо большое вам за сына За сына, да, и то, что он нам транслирует В это утро Кто бы мог подумать, да? Как сказал мой дед, я твой дед А у нас такое говорит Джейсон Стэтхэм Серьёзно? Серьёзно, да У нас в эфире есть рубрика, называется «Я такого не говорил» Джейсон Стэтхэм лично озвучивает свои знаменитые цитаты Мне кажется, он подвинул немножко Фоменко Нет, у них хабалан Они неплохо уживаются в нашей эфире Так вот, Руслан, дабы сразу все вопросы, собственно, снять С группой градусов, всё окей? Всё отлично? Всё отлично Я только вчера приехал с концерта, с Екатеринбурга, и там тоже сходил к реке Хорошо И как там? Нормально, ну, тепло О, кстати говоря, коллега наша вернулась тоже из Екатеринбурга, была там на гастролях И говорит, что жители... Не Бородина, случайно? Нет Я её там просто в самолёте видел Не Бородина Мы в одно место летели В общем, оказалось, что жители Екатеринбурга больше всех в России едят майонез Серьёзно? А знаете почему? С чем это связано? Ну, потому что это пельменная страна Ну, как бы пельменный город Я говорю, а мой соведущий, который из Удмуртии, говорит, вообще-то это наше Да, вообще-то пельмени это наше Мне кажется, вот этот ярлычок им самим бы не понравился Ты как знаешь, всё время говорят, в Минске чисто Они говорят, да шо, у нас больше ничего нету, что ли? Из-за достопримечательности Чистота, что ли, ещё? В Минске чисто Ну, у тебя пока джиган лучше получается пародировать Чубачок Да Слушай, кстати, где-то там джиган Если чуть-чуть постареть, то получается Эй, старичок Постарь мой трючок Получается, Валерьянович, правильно? Просто, да, да, один шаг до Лещенко уже остался У нас сегодня вечер пародии Вернее, утро Но мы можем и до вечера Ты ничего не делаешь вечером? Я вообще абсолютно свободен Взял с собой кое-что, поэтому Всё в стакане Я уже подкрутил Речь о кофе, если кто вдруг о чём там подумал В общем, да, трек называется «Пошалим» Давай немножко о нём Как вообще пришла идея написать? Почему решил выпустить сольный и так далее? И тому подобное Всю информацию выкладывай, которая есть У меня всё от музыки идёт Сначала сочиняется музыка Если она меня тащит Я уже потом начинаю думать Ну, музыку вряд ли я продам людям Ну, что такое музыка? Это только для, я не знаю, зарисовок про погоду, что-нибудь А нужно её как-то обвернуть ещё с текстом И начал придумывать текст И он так вот, понимаешь, летучий Быстро придумался У меня была муза, моя женщина Просто подспомнил, как это было у нас там где-то когда-то Саккумулировал И всё, и получился трек «Пошалим» История очень простая Вот Музыка Женщина Муза И всё, и «Пошалим» В общем, Руслан, смотри, мы, соответственно, ты, как понимаешь Ну, без экспериментов каких-то не обойтись Игры, игры Игры, игры, да Мы для тебя кое-что приготовили Трек называется «Пошалим» Мы собрали для тебя пять шалостей знаменитостей мировых Какую ты выбираешь прямо сейчас, да? Ну, не то чтобы В общем Кстати, реально, короче, там правда-ложь А потом какую-нибудь, которая тебе понравится, можешь В целом, да, можешь использовать И во всех них есть электрошокер Внесите его в студию Вот такие фантазии у нас сегодня В общем, какие-то из них правдивые факты шалости знаменитостей Какие-то выдуманные Твоя задача просто послушать, понять, предположить, что правда, что ложь Поехали Первое такое Значит, Джаред Лето однажды отправил Марго Робби любовное письмо и большую крысу А еще некоторым актерам были подарены свиные туши О-о-о Правда или ложь? Как думаешь? Ну, слушайте, он такой у нас там редкостный сатанист Мне кажется, да, может, может, может Абсолютно верно, да, действительно, правда Все это случилось перед съемками фильма «Отряд самоубийц» В котором Джаред сыграл Лоджа Край Вот так отличился парень Поехали дальше Следующая новость Значит, на одном из концертов Филиппа Крикорова Несколько минут песни исполнял его двойник Лишь позже на сцене появился сам поп-король Чем вызвал, соответственно, восторженную реакцию публики Правда, а ли ложь? Этот экстравагантный мужчина тоже может так сделать, не кажется Думаешь, что это правда? Но он же король, один такой Я понял По вашим подсказкам я попал в просак Окей, нет, неправда Ты абсолютно прав, это неправда Это новость удобная искусственная интеллекта Правда, неправда? Неправда, правда, это неправда Поехали дальше Певица Тайлор Свифт частенько, ну скажем так, путешествует в большом чемодане Собственно, залезает туда и путешествует прямо вот в чемодане Нет, неправда Ну, это на самом деле Правда, Руслан Это, собственно, еще в 2017 году появились снимки На которых охрана певицы выходит из отеля с огромным чемоданом Так, собственно, оказалось, что певица избегает сообщения с прессой Представляешь? Очень крутая фича Класс? Вообще класс Я в бутылке, наверное, в большой такой бутылке И ни у кого не возникнет сомнений, что меня там нет Никаких вопросов Выкатывают большую бутылку, а это просто бутылка И вот сегодня важно понять, с кефиром или с чем-то еще там С жигулевским Да, давай еще одну новостюшку Еще одну шалость Значит, Ольга Бузова после ссоры со своим бывшим Вызвала на его адрес службу санэпидемстанции Заявив, цитата Обработать помещение от гадких насекомых и мелких грызунов Окей, правда Правда? Могла так сделать, но это абсолютно не правда Да нет, это что? Мы это придумали Получается, я знаю только Джареда Лето Получается, что каким-то странным образом ты знаком только с ним Что очень странно, да Блин, он знает ли он обо мне? Вот это правда или неправда? Слушай, да, это вопрос А мы сейчас ему позвоним Алло, Джаред? Джаред, привет Джаред, алло Доброе утро Ты спишь? И так далее Ну, в целом, ты тест прошел Спасибо, ребят Прокачался Да, немножечко Про чемодан очень круто Немножечко пошарили Давай еще напоследок вот такой Значит, Ксения Бородина упала со стула Из-за своего нового избранника Николая Сердюкова С которым она познакомилась на съемках шоу Последний герой русский сезон Правда это или неправда? Правда это или неправда? Увидела, наверное, его и упала Ташутов знает, блин Ну, слушайте, в самолете была она нормальная Наверное, неправда Это на самом деле правдивая история Она действительно упала со стула Заверяет, что у Николая настолько Вот филигранное чувство юмора Что он ее настолько хорошенечко рассмешил Она просто не удержала равновесия Да, мы представлены были друг другу Ею После чего он сказал О, привет, земляк Ну, он, я так понимаю Тоже из Ставрополя Ты не посмеялся, да? Да там такая ситуация была Невозможно было громко ржать Понимаешь? Ну, кстати, он приходил к нам в эфир Веселый Правда, ну, падать со стула я не стала Крепко держалась Не большого роста, да? Да, да, да С растительностью Как у тебя почти? Exact Слушайте, хорошо сидим, да, вносите уже А вот что-то нам внесли, смотри Что-то, да, вносите что-нибудь на стол Та-та-ра-та-та-а А, нет, не так Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та Это ж чёрный ящик пришёл Да, друзья, хотите посмотреть, что у нас происходит здесь в студии МРФМ Подключайтесь к трансляции на сайте веселоярадио.ру Да, мы хотим знать подробности нового трека, который планируется. Вот ты пришел с треком. Да, услышали трек, пошалил. Запримерили, хорошо. Но ты такой товарищ, как бы тебя не остановить. Новый трек намечается. Муза приходила два раза, насколько я понимаю. Я, как моя учительница, Галина Константиновна, не могу не писать. Короче говоря, я пришел к помощи ребят. Во главе их одна очень именитая звезда, которая поет очень известные песни. Но я раскрывать пока не могу. Чистое суеверие. Просто не хочу там за балаболо прокатить, если не получится этот трек. Не сказал чуть другое слово. И мы в содружестве трех музыкантов, довольно маститых, пишем сейчас трек. Могу трек чуть-чуть раскрыть. Он где-то что-то перекликающееся. Мне тема нравится. Помните? I love dance. А там будет... Только подожди, будет вот... I love dance. Там будет про вот это, блин, работа, блин, вот это. То, что откликается многим людям, которые вот работают у нас в аквариумах стеклянных. Про офисную историю. Планктон офисный, так называемый. Я их так не называю. А они сами себя так называют? Белые воротнички. Я с ними общался, очень веселые люди, очень самобытные. У них очень много разных шуток. Например, вот недавно они мне рассказали, они вот шутят над этим, там. Что чувствует или как себя чувствует оптимист на кладбище, знаете? Что он видит на кладбище? Что он видит? Ну, подумайте. Плюсы? Ну, конечно. Сплошные плюсы. А там, допустим, как называется то место, где охранник сидит на кладбище? Живой уголок. Да. Вы, походу, тоже это на YouTube смотрели, да? Мы, походу, тоже оптимисты. А вот это, когда, ну, это, наверное, жестковато будет. Ну, ладно. Поехали дальше. Ну, если не матом, то давай. Ну, ладно. Не, оно не матом совершенно. Ну, можно же посмеяться, да, иногда? Если, допустим, цунами снесет дом престарелых? Так. Теперь что это будет? Бабки на ветер. Меня сожгут в аду, наверное. Ну, это будет не скоро. Для нас, для всех потихонечку разогревает там уже, да. Ну, я вообще, на самом деле, люблю черный юмор. Это вот большое искусство шутить. Слушай, надо было тебе подобрать черные вопросы, но у меня вопросы не черные. К тебе. К черному человеку. Не черные вопросы, к черному человеку. Новая рубрика. Что сейчас будет происходить? Мы тебя чуть, соответственно, плотнее познакомим со слушателями Юмор.ФМ. Тебе просто нужно отвечать «было-не было». Угу. Окей. Да. Подожди. Готов? Готов? Поехали. Я готова. Было такое, что не хотел куда-то идти, звонил и говорил «э, заболел». Да. Комплексовал из-за внешности? Да. Брал взаймы и забывал отдавать? Ну, не хотел, в смысле. Нет. Называл любимую чужим именем? Нет. Говорил, что было что-то вкусно? Предыдущую называл. Я поэтому затрою чуть-чуть. Говорил, что что-то вкусно приготовили, но так не было. Да, конечно. Предыдущая, да? Ну, к ее течке, когда зашли там. Болезненно относишься к чужой критике? Да. Было стыдно за какое-то выступление? Да. Пел в караоке? Да. Свои песни? Нет. Лайкаешь сам себя? Нет. Танцевал когда-нибудь домашний стриптиз? Голый танцевал, даже на улице, да. С Галиной Константиновой. На выпускном? Ну, Галин Константиновой, ГК, холеного копчения. Говорил когда-нибудь, да вы знаете, кто я? Нет. Но я знаю, кто говорил. Тебе говорили, что ты душнила? Да. И мы тебя аплодируем. Спасибо за честность. Спасибо за честность. Сегодня, слушай, Галина Константиновна просто обыкалась. Галина... Галина... Что, не Константиновна все-таки? Нет. Анекдот такой известный. На привоз привозят новую продукцию, стоит женщина, все не поймут, что такое у нее написано. Типа, Суслятина. Хэ-ка. А, Гэ-ка. Да, да. Я знаю. Да, и они такие все собрались, эти продавцы, типа, прям Суслятина. Да нет, это я, Суслятина, Галина Константиновна. Суслятина Константиновна. Да, да, да. А мясо все тоже. Так, мне кажется, у нас будет скоро новая рубрика, знаешь, шутки от Руслана Тагиева на Юмор. Бородатые шутки. Столько, мне кажется, даже Клявер нам не рассказывал. А имя-то какое? Какое? Ну, Клявер. Тагиев. Клявер, Клявер. Нет, я просто с Денисом знаком, Клявер. Так мы тоже знакомы. Сейчас прям Клявер Тагиев через дефис. А вы незнакомых не приводите сюда? Конечно нет. Тут все по знакомству. У нас все по блату. Все по блату вообще. Через волосатую лапу или как это называется? Через волосатую. Так, ладно, пока мы тут, собственно, не закопались. Не зашли волосатые дебри. Руслан, у нас есть замечательная традиция. Прежде чем распрощаться с нашим гостем, мы просим всегда, скажем так, провести аффирмацию. Подождите, 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 какая аффирмация? Мы должны еще спросить о творческих планах. Это самый такой, знаешь, в первых вопросах Блэк Листа. Самый неожиданный вопрос для артиста. Новый альбом, когда ждать? У меня сейчас такая прям серьезная. Я не могу вам врать. И себе тоже не могу врать, ребят. Поэтому вот всем вам честно говорю. У меня переоценка сейчас идет такая прям вообще всего своего творчества. Поэтому если я ранее говорил, в 25-м году я вас порадую, то сейчас я скажу, в 25-м году я скажу, когда я вас порадую. Отлично. Ты прям как застройщик с долгостроем. Нет, я никого не кидаю. Я держу в ожидании. Говорю честно. На самом деле, мне кажется, можно это вот уже расценивать как аффирмацию. Не кидайте никого, ребят. Живите честно. И не кидаемы будете. А не кидайте никого. Прикольно еще из серии вот Пашалим. Если песню слышали, помните в конце там Пашалим, я тебя найду, я жду, я тебя найду. Это же вообще песня про коллектора. Я жду, да-да, я тебя везде найду. Руслан Тагиев был у нас сегодня в гостях. Руслан, у тебя аплодисменты. Для тебя от души. Всегда рады видеть. Хорошего тебе дня. Мяу. Пока-пока. Антон Бурный и Ольга Мажара. Шуткий шоу на ЮМРФМ. Субтитры сделал DimaTorzok